Арабский язык. Существует афразийская семья языков. В ней выделяется семитская ветвь. Ее стали называть семитской, потому что, согласно Библии, народы, говорящие на этих языках, являются потомками Сима, одного из сыновей Ноя. Арабский является самым крупным семитским языком, оценки числа носителей которого варьируются от 295 до 422 миллионов, не говоря уже о том, что для мусульман, которых в мире больше, чем полтора миллиарда, это еще язык богослужения. Однако уже сейчас сразу необходимо уточнение, а о каком именно арабском мы говорим? Вот классический арабский, на нем написан Коран, и именно он используется при богослужении в исламе. Но есть еще и современный арабский литературный язык, отличие которого от классического арабского литературного языка сами арабы не считают значительными. Часто для обозначения этих двух вариантов арабского используется термин аль-фузха, в переводе ясный или выразительный. Между ними, естественно, есть отличия в лексике, потому что в современном литературном арабском тяжело обойтись без таких современных понятий, как телефон или фильм. Этот вариант арабского используется в подавляющем большинстве печатных изданий, а также в новостях, во время официальных мероприятий, в общем, в тех случаях, когда разговор идет о чем-то очень серьезном, глобальном, когда истина должна быть донесена до огромных народных масс. А для всего остального есть разговорные варианты арабского. Их десятки, сотни, тысячи! Собственно, это и есть родные языки, диалекты, наречия и говоры для арабов, тогда как литературный стандарт не является родным ни для кого. По сути, число владеющих литературным арабским в арабских странах равно попросту количеству грамотных людей, так как литературный арабский там все изучают в школах. На огромной территории своего распространения разговорный арабский не претерпевает резких изменений. Наоборот, если житель Ливана отправится по суше в сторону Марокко, пренебрежем здесь существующими сложностями при пересечении границ, то в начале своего пути он не будет испытывать проблем в общении с местными жителями, но постепенно добиться взаимопонимания будет все сложнее и сложнее. В итоге, когда он наконец достигнет Марокко, он уже не сможет понять местную речь, придется перейти на литературный арабский, чтобы общение все-таки было продуктивно. Очень часто можно увидеть сравнение нынешнего положения арабского языка с ситуацией с романскими языками к концу средневековья. Только тут вместо латыни – классические и современные литературные варианты, а вместо французского в роли языка, который претерпел больше всего изменений и стал наименее понятным для других членов языковой ветви, выступает марокканский вариант арабского. Ну и еще отличие в том, что раньше телевидения не было, теперь есть. И интернет еще. В этом самом интернете можно найти песни, фильмы, сериалы, вечерние шоу и видеоблоги, которые практически всегда выпускаются на соответствующих разговорных вариантах арабского. Самым популярным вариантом является диалект Каира, столица Египта. Во-первых, потому что в Египте просто тупо много людей. А во-вторых, потому что именно в Египте уже очень давно снимают очень много фильмов и жители других арабских стран тоже смотрят эти фильмы. Знакомясь таким образом с диалектом Каира все лучше и лучше. Но как? Как же мы дошли до такой безумно сложной и крайне запутанной ситуации со всеми этими бесконечными диалектами и фактическим двуязычием? С чего вообще все это началось? История. Один из самых древних сохранившихся примеров использования арабского языка датируется 328 годом нашей эры. Правда, он записан не арабским письмом, а набатейским. Набатеи это те ребята, которые после себя оставили несколько впечатляющих архитектурных памятников, таких как, например, знаменитый храм Эль-Хазне в древнем городе Петра на территории нынешней Иордании. Набатейское письмо развилось из арамейского, арамейское из финикийского. А вот происхождение финикийского письма до сих пор точно неизвестно. Однако известно, что из него в итоге развилось огромное количество других систем письма, например, латиница, кириллица и даже тайское письмо. С другой стороны, набатейское письмо развилось в арабское, и 512 годом нашей эры датируется самый древний сохранившийся образец использования арабского письма для записи арабского же языка. 7 век нашей эры. Запад Аравийского полуострова. Житель города Мекка по имени Мухаммед, при упоминании имени которого мусульмане добавляют фразу «саляллаху алейхи вассалям», достаточно четко и ясно объясняет окружающим, как надо жить, чем привлекает на свою сторону большое количество людей. После его смерти все, что он произнес, было записано и названо Кораном. По-арабски это слово произносится как «Кур'эн» и является родственным глаголу «читать» — «караа». Под влиянием идей, изложенных в этой священной для мусульман книге, арабы объединились и началось. Что это? Это Левант. Здесь говорят на арамейском языке, который также относится к семейской группе. Отлично, теперь здесь говорят еще и по-арабски. Что это? Это Египет. Ого, неужели здесь древнеегипетский? Уже нет, зато здесь есть его потомок — коптский. Отлично, теперь здесь есть еще и арабский. А это что? Это Магриб. Здесь с давних времен остались финикийцы, у которых все-таки разрушили карфаген. А еще здесь есть берберы, и у них алфавит выглядит не по-детски круто. Это все замечательно, и теперь здесь тоже говорят по-арабски. А это что? Это пустыня. Да, это пустыня. Ого, это Пиренейский полуостров? И здесь теперь говорят по-арабски? Ну, хотя бы в ближайшие несколько столетий. А здесь кто живет? Франки? Теперь и здесь «ноу», сказали франки во время битвы при Пуатье. Или это было пока еще не современное, но о нечто более древнее. Или они вообще ничего не сказали и выиграли битву молча. А это Сицилия. Здесь теперь тоже говорят по-арабски. Потом сюда приходят норманны и тоже говорят по-арабски. Видимо, норманнам вообще нравится учить языки тех земель, которые они завоевывают. В 13 веке в, на, в, на территории Сицилии пришли к власти Гогеншталфены. Они были вот отсюда. И сказали всем арабам свалить с острова. Вы про меня забыли. Это еще кто? Это Мальта. Ладно, тебя мы трогать не будем, только купи у сицилийцев словарь. Потом, когда итальянский язык наберет силу, купишь словарь у них. Это будет круто, потому что потом у тебя в одном предложении будут и семитские, и романские слова в почти равных пропорциях. Красиво же. Привлечешь людей в свои языковые школы, и все там будут учить мальтийский. Стоп, почему и здесь английский? Что пошло не так? Фонетика и орфография. Для записи арабского языка используется арабское письмо. Направление письма справа налево. Причем очень часто буквы связываются между собой, немного меняя свой внешний вид в зависимости от положения в слове. Конечно, есть несколько букв, которые не связываются с тем, что идет после них, но их немного. Так что если вы видите текст, который вроде бы записан арабским письмом, но все буквы стоят порознь, значит кто-то откуда-то неправильно скопировал этот текст. Возможно, там и буквы не в том порядке в итоге оказались, ибо в современном мире ввод символов справа налево не всегда воспринимается должным образом. Отчасти поэтому жители арабских стран часто пользуются транслитом при общении в интернете. Причем в этом транслите используются даже цифры, похожие на соответствующие буквы. Сложность чтения на арабском в том, что арабы обычно не пишут в словах краткие гласные, так что правильно прочесть то, что написано на арабском, можно только если вам знакомы все эти слова и их роль в данном предложении. Представьте, что было бы, если бы такая система использовалась в русском языке. Тогда за буквы сочетанием ТЧК могла бы скрываться точка, тачка или тучка, или даже точки, тачки или тучки. В таком случае правильный вариант определялся бы только по контексту. В русском языке такая система не используется, но зато благодаря наличию этой системы в арабском появляется огромное множество вариантов чтения одного сочетания букв и множества соответствующих им значений. Иногда можно использовать огласовки, по-арабски не называются харакат, движение. Их применяют в некоторых словах в публицистике и в официальных документах для различения смысла, а также их используют для всех слов в учебной литературе по арабскому языку и в Коране. Ту систему огласовок, которую арабы используют сейчас, изобрел Халиль ибн Ахмад аль-Фархиди к 786 году, а самую первую систему огласовок придумал Абу аль-Асвад аду-Али. В те далекие времена краткие гласные обозначались точками, причем именно красными точками, потому что надо было же еще ставить просто точки, которые являются составными элементами многих букв арабского письма. Раньше же вообще никакие точки никто не ставил, так что глядя на эту букву невозможно было догадаться, что она означает. Это могло быть что угодно, звук Б, звук Е, долгий звук И, Н, Т, С. Кто-то еще хочет пожаловаться на отсутствие обозначения кратких гласных на письме? Смотрите, раньше все было еще менее понятно! С набором гласных, кстати, в арабском языке все довольно интересно. В литературном варианте лишь три коротких и три долгих. Просто. Вроде как. На самом деле, даже в устном литературном варианте сложно уловить чистый звук А. Чаще всего это либо Э, либо О, и зависит это от окружающих согласных звуков. А если слово заимствовано, то там могут даже звуки Э и О появиться, как, например, в слове «дуктор». Система согласных в арабском богата, даже несмотря на отсутствие таких, казалось бы, необходимых элементов, как звуков П, В и Г. Хотя есть египтяне, перемкнувшие к ним жители некоторых районов Омана и Йемена, которые упорно произносят «г» в том месте, где почти все произносят «дж» или хотя бы «ж». И это даже в литературном варианте. Особенность звучания арабского языка во многом обусловлена наличием немалого количества звуков, которые зарождаются даже дальше и глубже, чем заднеязычные согласные. Глубокоязычные, или увулярные согласные, образуются в районе язычка — того странного отростка над языком, который хорошо становится виден, когда кто-то громко и пронзительно орёт. Эта группа согласных представлена в арабском звуком «к», как, например, в слове «кальб». Движемся дальше. После глубокоязычных согласных идут фарингальные согласные. Их название происходит от латинского слова «фарингс» — «глотка». Хм, это ведь не первая отсылка к латыни за сегодня. И чтобы произнести такие звуки, как «х» и «а», как, например, в словах «харф» и «алем», придётся уже напрячь мускулатуру шеи. Ну а ещё дальше находится место артикуляции глотальных согласных — «голосовые связки». В арабском эта группа согласных представлена популярным звуком «ха» и гортанной смычкой, которую можно услышать и в русском, когда мы на вопрос «хочешь конфету?» отвечаем «неа». Но только в арабском, в отличие от русского, гортанная смычка функционирует как полноправный согласный звук, хотя она обозначается не буквой, а специальным знаком, который был введён уже известным нам по системе огласовок альфа-рехиди. Этот знак называется «хамза», и он может находиться как под или над буквами, хорошим примером будет слово «исра-эль», так и отдельно, как в слове «кира-а». Кстати, однокоренным этому слову является слово «кур-эн», однако здесь для обозначения сочетания гортанной смычки и долгого «э» используется буква «элф» со знаком «мад-да». И на этом интересные и непривычные носителям русского звуки арабского языка не заканчиваются, потому что остаются ещё эмфатические согласные. Они существовали ещё в просимитском языке, однако они исчезли, например, в иврите и мальтийском. В арабском их четыре, они обозначаются буквами «сод», «дод», «то» и «до», и произносятся они очень напряжённо, при этом гортань должна быть сужена. Это было сложно, пришлось даже довольно глубоко погрузиться в анатомию, но может быть следующий раздел будет хоть немного легче. Грамматика. Существительные могут находиться в форме единственного, двойственного и множественного числа. Двойственное число на самом деле совершенно не страшно, используется редко, в диалектах оно практически вымерло, да и образуется просто. Было «бахр», стало «бахрейн». Отсюда и название королевства «бахрейн». На морском дне рядом с одноимённым островом в древности были обнаружены источники пресной воды. Итак, с двойственным числом всё довольно просто, в отличие от множественного, который может образовываться в разных случаях, следуя разным моделям. Большому количеству разных моделей. Причём довольно часто это не окончания, а всевозможные перестановки и изменения гласных. «Йом» превращается в «айям», «хад» превращается в «худуд», а «китаб» превращается в «кутуб». В общем, очень сильно обобщая, можно сказать, что в арабском корень, состоящий из согласных, несёт в себе базовое значение слова, тогда как гласные предоставляют информацию о грамматических свойствах. Этот самый корень чаще всего состоит из трёх букв, и просто меняя и переставляя гласные между согласными этого корня, можно получить бездну всевозможных слов и форму слов, связанных с некоторой общей идеей. Это особенно хорошо видно на примере глаголов. У глагола в арабском языке может быть такая характеристика, как порода. Базовый смысл несёт в себе глагол первой породы, где в словарной форме в большинстве случаев просто произносится краткий «э» после каждого корневого согласного. Внимание! Словарной формой является форма третьего лица единственного числа мужского рода прошедшего времени. В случае с глаголом «писать» использование других пород может превратить его в глаголы со значениями «заставлять», «писать», «переписываться», «диктовать», «подписываться», «копировать» и всё это от одного корня. Наиболее употребительны девять пород – с первой по восьмую и десятая, тогда как девятая порода используется для образования глаголов от прилагательных, обозначающих цвет, например, «эсвэт» – чёрный и «свэтде» – чернить. И немного про порядок слов в арабском языке. Он порой напоминает порядок слов в каких-нибудь древних сказаниях «басами халмали кулли ниса и микаядати саяра» и «разрешил король женщинам машины водить». Сейчас в литературном арабском, не говоря уже о диалектах, в устной речи пренебрегают падежными окончаниями тогда, когда всё и так понятно, ими действительно можно пренебречь. В связи с этим очень важным становится строгий порядок слов. А вот знаменитым определенным артиклем «эль» носители арабского не пренебрегают, только надо помнить об одной детали. Половина букв арабского языка относится к категории так называемых «солнечных» букв. Другая половина – это лунные буквы, конечно же. Так вот, перед словами, которые начинаются с «солнечной» буквы, артикль в произношении, но не в написании, меняет согласный звук на первый звук слова. Поэтому правильно говорить «альмэзджит», потому что это слово начинается с лунной буквы, и «арас», потому что это слово начинается с солнечной буквы. Лексика. Арабский неохотно заимствует слова из других языков, но зато очень охотно их отдаёт другим языкам. Достаточно просто посмотреть, в каком огромном количестве языков Азии слово «книга» звучит как «китэб». Но и до русского языка дошло много арабских слов. Даже после того, как мы пересчитаем все звёзды в Большой Медведице и Орионе, и вспомним все русские слова, которые начинаются на «ал» или «аль», достаточно будет зайти в магазин юбок и халатов, увидеть на ценнике цифры, после чего выпить кофе и поймать кайф от того, насколько велик и прекрасен арабский язык. Учите арабский. Продолжение следует...